В Дарабадан пьяное интервью Волочковой обернулось громким скандалом. Третьи сутки в соцсетях не утихают споры о скандальной программе с участием Анастасии Волочковой. На очередной ютуб-шоу Королеву Шпагатов пригласили не просто пообщаться, а еще и пропустить бокальчик игристого. Разговор с журналисткой Аленой Жигаловой, которая называет себя подругой-балериной, получился долгим, и все это время гости щедро наливали. Неудивительно, что Волочкова, которая питается сплошь листьями салата, вскоре опьянела. Однако съемочную группу это нисколько не смутило, знаменитость продолжали снимать, несмотря на то, что нить разговора она то и дело теряла, в итоге получилось то, что получилось. У меня были и есть отношения с этим человеком, с Дмитрием, он кондитер, но на Мальдивы я его не взяла. Билеты дорогие, да и там все дорого. Я 3 миллиона рублей потратила на свою поездку. Диме сказала, побудь дома, я полечу одну, а на самом деле я не взяла его, потому что в день моего спектакля он не подарил мне цветы. Из-за этого мы поругались и на Мальдивах. Меня уже ждали. Ждал другой человек. Вот такая я. А свадьба с Димой, которую я выдумала, ну вы же перед Новым годом все скучали, добрые люди звонили мне каждые 5 минут, как у вас дела, давайте хоть какой-нибудь новостью поделитесь. Вот я и сказала, но пока я не встретила того, с кем хотела бы связать свою жизнь. Когда человек вмешивается в свою природу, в свое лицо, это просто какие-то сумасшедшие люди, мои золотые, кому надо, делайте липосакцию, мне липосакция нафиг не нужна. Посмотрите, как я выгляжу, вам что, показать еще раз? На протяжении всего интервью Волочкова задирала ноги, ставила ступни на стол, а в финале продемонстрировала коронный номер, с размаху села на шпагат, все на том же многострадальном столе. Кроме того, Жигалова устроила знаменитой подруге экспресс-экзамен по школьной программе, заставив ее отвечать на вопросы по истории, астрологии и литературе. Ни на один из них Волочкова так и не смогла дать выразумительный ответ. «Казалось бы, после такого зрители должны были пристыдить балерину, однако вся волна народного гнева обрушилась не на гостю, а на хозяйку программы, врагу не пожелаешь такого друга, как Алена», – пишут люди в соцсетях. «Невероятное чувство стыда, и не за Настю. Алене ниже падать уже некуда. Я не поклонница Насте, но в таком опьянении формулировать свои мысли, никого не оскорбить – браво». Этим интервью хозяйка программы перешла все красные линии профессиональной этики, а Настя, несмотря ни на что, наивный, ранимый человек. На такие подлые интервью ходить трезвым просто невозможно. Волочкова выше этого болота. Настя-то наша, настоящая, без масок и без фальши. Уж лучше смотреть на пьяного, но доброго, чем на трезвого, но злого. Впрочем, саму Алену Жигалову подобные обвинения ничуть не расстроили. Блогерша заявила, что у нее и мысли не было напоить подругу ради просмотров. «Я не ожидала такого эффекта. У нас на столе стояла всего одна бутылочка любимого напитка Анастасии. Более того, с Волочковой заранее были оговорены все нюансы, ее никто насильно не держал», – ответила на критику журналистка. Субтитры создавал DimaTorzok